Так ребята, мы в эфире. Мы находимся в здании Алматинского городского ТИК, территориальной избирательной комиссии. Точнее, здесь расположено. Аблайхана 74А. Аблайхана угол ITKB. Вот там, если в окно посмотрите, он находится в центральном городе. Обратите городской филиал партии Нур-Атан. Вон там Жасута можно увидеть. Прямо напротив. Напротив здания городского филиала партии Нур-Атан. Через дорогу они это. Сейчас мы хотим предупредить об ответственности членов территориальной избирательной комиссии. Ну и через них, соответственно, всех остальных. Мы отдельно дополнительно их потом еще предупредим. Вот так. Прилагаем эту форму такую. Не с пустыми руками. Так, давайте кратко прочитаем текст. Так. Ну, территориальная избирательная комиссия от гражданина Ильяшева. Предупреждение об ответственности. Настоящим обращаем ваше внимание на следующую ответственность членов территориальной избирательной комиссии, а также участковых избирательной комиссии города Алматы за любые фальсификации результатов голосования избирателей на территории города Алматы. Первое, это уголовная ответственность. В частности, учитывая то, что идет финансирование политических партий по результатам этих выборов, 3% от минимальной заработной платы за каждый голос избирателя в год, то, соответственно, это свыше 1000 тенген на текущий момент. В итоге, если значительные будут превышения, ну, в любом случае даже в макуалном разделе... Да, и если будут какие-то вбросы дополнительно, да, за ту или иную партию, это, соответственно, будут уже фальсификации, хищения бюджетных средств. Помимо фальсификации голосования будет хищение... Да, фальсификация избирательных документов, документов референдума или неправильный подсчет голосов, есть 151-я статья Уголовного кодекса, а в части вот хищения бюджетных средств посредством, да, вбросов, это уже статья 190, машин, 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 ну, да, часть 4-я, там, в принципе, если вот, например, рассматривая ситуацию в прошлом году, независимые наблюдатели выявили, да, пропажу 20 тысяч голосов у Кусанова, да, к этот протестного кандидата по городу Алматы только, это уже с лишним 20 миллионов уходит, получается, это особо крупный размер. Если нечто подобное в этом году произойдет, это уже автоматически ложится на тех людей, кто в этом участке. Да, выборы по этому... Да, надо еще понимать, что, в принципе, мы находимся в текущий момент, это одно из крыльев Акимата Алмалинского района, главой которого, да, является лицо одновременно являющимся председателем Алматынского районного филиала... Алмалинского. Алмалинского. Алмалинского, да. Получается, ну, получается, ну, очень много совпадений, да, и, по сути, определенного еще пока не зафиксировано, но наводящего на мысли относительно дальнейшего исхода этих выборов, тем более, что контроль территории, также и Аким Сагентаев, он является тоже одновременно председателем Алмалинского городского филиала партии. Вот эти все вещи, они будут, соответственно... Давайте пройдем. Сейчас, ну, и, соответственно, там уже перед Всевышним ответственность, это то, что, по сути, может происходить обвешивание. Тут вот есть первый, третий аят, суры 83-й, обвешивающий горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеряют им, а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон. Здесь уклонение у этого, устранение каких-то голосов, или теми, соответственно, может таким последствием для них... Вы на счете чего, ребята? Мы сейчас к вам, как избиратель, как гражданин, в Казахстане. Здесь у нас идет территориальная избирательная комиссия города Алматы. Мы будем вручать сейчас уведомления. Сейчас здесь, в окно, в пристах, смотримся. Здравствуйте, помещение, добрый день. Здравствуйте, нам, у кого можно вручить документы и проговорить? Приджи, сразу. Приджи, а вы это нас дали еще. Жанна Бесинда, ему далеко. Вы на этом, на улице, где все проезжаете, да? На совещании. На совещании, для нас завещения отдельно. С кем она может совещаться в такой важный период? У вас, я это сам, судящий, я не знаю, на первые ворота голубые, заедите, пожалуйста. Вам нужно сдать заявление. Кто будет принимать? Заявление, заявление нам нужно дать. Сейчас, минуту. Я хочу, пожалуйста, сейчас к вам подойдет. Да, да, конечно. Ну, в принципе, мы пока для общественности объясним. Это вот одно из помещений, еще согласно сайту Центрального избирательного комитета, есть еще кабинет 31. Мы полагаем, что здесь, учитывая, что Большой стол, возможно, именно здесь будут подводиться итоговые результаты предстоящих выборов. В парламент, в мажорист и, соответственно, мастеркаты. Как это будет происходить, кто будет в этом процессе участвовать, мы сейчас будем выяснять и для себя понимать. Потому что, ну, опять-таки, исходя из прошлогоднего опыта, получается, учитывая, что на руках у независимых наблюдателей были протоколы участковых избирательных комиссий, где-то на этапе между территориальным избирательным комиссией и районными комиссиями, а также после выезда с этих участковых избирательных комиссий произошла пропажа тех самых упомянутых 20 тысяч голосов за протестного кандидата. В этой связи, возможно, это здесь будет происходить. Где это будет, нам надо будет последующим по возможности выявить, для чего эта функция независимого наблюдения не работает вовсе, законодательством, конституцией, соответственно, конституционным законам соответствующим, это предусмотрено. Но сейчас у нас какие-то понятия на этот счет, не так давно на прошлой неделе пытаются ставить, противозаконный, антиконституционный, но этот вопрос мы будем решать. Здравствуйте. Можно к вам обратиться? Мы хотим вручить документ. Нам нужен был предполагитель. Да, вот Жанна Симбальна. Жанна Симбальна, не совещает. Они в ДВД. В ДВД в связи с чем? Да, в связи с тем, что идет обучение. Обучение кого? Обучение участников избирательного процесса. Полицейские, где участники избирательного процесса? В какой части? Дежурит один полицейский на каждом участке в день выбора. Ковертный. И европейский. Понятно. Сейчас обучение у нас соответствует. Естественно. А когда она будет, когда она будет вернуться сюда? А как закончится? Объедут. Ну давайте, пока вы сейчас примите. Сиском была СИС? Да. Ходящий, пожалуйста, подставьте, что мы увидим. В ДВД в эфире обережа от 2 часа. Альнор, выясни, кому мы сдаем? Да. Да, сейчас. Угу. От народа Сурия Ильична. Это предупреждение об отговоре об отговоре. Это предупреждение об отговоре. Это, имеется в виду, как обращение. Предупреждение об отговоре. В том числе, мы ответим сюда. Возможно это. Возможно это. Подпишем сразу. Сейчас я к 40 тысячу. Второй экземпляр один для вас. А, у Лисы Ильича. Да. Хорошо. Ой, она сейчас уже на обучении. Контакт на лице? Ой, нет. Не могу. Сейчас у меня люди. Ага. Да. Да. Ну, нет. Причем поднимет. Да. Ну, да. Причем, да? Так. Вы параллельно с оформлением можете произвести подсчет голосов итоговый, да, вот сведения общие, то есть сведения будут в этом помещении, да, происходить? Получается, после того, как все протокола вам, действительно, приносит к собственностью с района. Алло. Я шоптерула. Прямо здесь будет проходить подсчет голосов, вот как раз небольшое, маленькое помещение, где вот в этом помещении будет решаться судьба нашего народа. И состава депутатов Маслева. Я, 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 я. Я, 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 я. Здесь немножко тесно, извините за то, что приходится туда-сюда телефоном поворачиваться. Очень маленькое помещение. Кстати, у вас можно ознакомиться за списком университета или у вас есть? Они на сайте есть, да? Есть, да, у нас. Все. Спасибо. Спасибо. Сейчас я тут сверенье заберу. Так, за номером три наше обращение зарегистрировано. О, ты смотри, калькуляторы накупили. Фонарик на всякий случай, если сверка купит. Ну, там, да, зачем вам? Кость. Так. Зарегистрировано. Асселировано, не пожимаю. Баланс, чтобы он был маун, бесплежность, и все-таки вот нам. А, да, а лапта вот нам. Компионизация, не зависит от обязательств. Компионизация, не зависит от обязательств. Казад, датюльмур, жадка, курпсии наимоктар, ля. А, да. в теке менее она авабашистов. Это такое, если вы работали при этом? Мы почему-то кладем с Тайвалкой. А вот когда Вы участвовали в портинге, в портинге хардав pouvez уходить кофе, а также уже были в качестве арестованного сырка, уходит ли они в Алмате, где можно было считать? В Куртинге, а уже не отослуждаемся, но у вас есть буклет, но у вас есть буклет и они имеют лапыши, а вот он говорит, А для этого нужна какая-то определенная регистрация, процедура? Нет, чтобы именно здесь наблюдать. Никаких изменений не было? Убостоверение наблюдателя будет иметь на руках, но вы с ним ходите. Все хорошо. График по инша и киуэзер 6-те. Вы сами понимаете, что я не могу все одна делать. Или она не может все одна делать. То есть определенный джунгстармс, то есть мы с бюль вала нас. Поэтому график-то и зампредседателя. И они по графику выезжают. Мы ничего не получаем. Я же каждый день эту почту смотрю и регистрирую то, что есть. Тот адрес, который размещен на сайте ЦИК, это ваш адрес. Можете сейчас по графику посмотреть? Когда она будет, мы хотели бы с ней лично побеседовать. исследовать все это. В какой-то срок. Да, наверное, раньше все началось. Вы когда, Раилом, скажи, когда вы отправляли письма? Мы отправили в декабре. Грумче скажи. В декабре и в ноюбре мы отправляли письма. По поводу обучения, мы хотели лично встречаться с этим, обмановать, но был полный игнор. Они вообще не ответили. Просто по почте мы отправляли, пока с почты, эти письма нам вернулись. А то, что мы по e-mail отправили, ответа нет. Возможно, в связи с переездом, они же раньше на пустыне копали. А, ну, нельзя. Заново перенаправить. По почте с уведомлением. Либо ногами сюда прийти и привезти. Да, да, да. Оказывается, ногами надо привезти. Эффективно. Цифровизация же. Цифровизация Казахстана идет полным ходом. Кстати, да вы думаете, мы это же. Мы им на письмо отправили об обучении. Они, наверное, подумают, лучше мы у ЦИКа обучаемся, чем мы этим облидались. Внимание, мы. Да, это вот председатель партии Муратан представил у нас, получается, это благодарственное письмо председателю территориальной избирательной комиссии города Алматы. Вот Жанне Бесинтаевне. Еще давно, еще в 11-м году, у нас с 11-го года, у нас данный гражданин на особым счету для председателя партии Муратан. Гражданка, извиняюсь. 9 лет. И при этом он даже специально подчеркивает, да, это посчитали нужным здесь в общественном помещении вот эту грамоту разместить. На что это намек? Предмет гордости. Потому что на самом деле вот глаза этого человека, условно устремленный на стол, где будет производиться подсчет, они теоретически могут склонить чашу весов в пользу определенной партии, в пользу партии, которую он возглавляет. Поэтому мы считаем нужным, что это надо картинку убрать отсюда. Они должны быть беспристрастны, ненавидимы. В этой серии мы на всякий случай придем позже, постараемся застать Жанну Бесенкаеву, точнее даже добиться встречи с ней и потребовать убрать эту конфликтуру. Весьма тесное помещение, да? Ассамблея народов Казахстана в истории страны. Вы знаете, что председателем этой Ассамблеи народов Казахстана также является председатель партии Муратан Назарбаев Нурсултан Алишевич. О, Астана, Астана, господи. Как мы скучаем по этому названию. Да, хорошо, что Нурсултан. Ну, хорошо. Проследуем дальше. В принципе, да. Тогда давайте скажем до свидания, потому что мы пойдем. Да. Сау-болу, до свидания. Да, до свидания. А, точнее, прошу прощения, вы так и не сказали, когда можно будет с ней встретиться? По графике посмотрите. Я обязательно передам вам. Я обязательно передам телефон, вы можете оставить свой. Я звоню. Там на телефоны на заявление имеются. Есть? Все. Мы с вами все звоним. Все хорошо. Будем дальше. А когда вы позвоните? Скажите, пожалуйста. А, с телефоном. Какие стройки? Как только, так все. Ну, мы, на всякий случай, мы сами позвоним. И сегодня же вечером вам позвоним. Все хорошо. Будьте здоровы. Главное, всего хорошего. До свидания. Сау-болу, здар. Сау-болу. До свидания. Сау-болу. Сау-болу. Так. Вот. В этом здании, в этом маленьком кабинетике и подсчитывают голоса потом со всех избирательных участков города. Вот, смотрите, состав. Вот здесь вы можете посмотреть, кто кем является, где работают. Так, ребята, кто сейчас смотрит, можете заскринить эту часть экрана, это изображение сейчас. Давайте, чтобы не отсвечиваю даже, так на время ее выставлю, потом обратно положу, чтобы удобнее было зафиксировать. Вот, смотрите, есть у нас тут представители от партии Нур-Атан, ДПК Кжол, старое название КНПК. Причем, обращаю ваше внимание, что здесь два человека, которые работают в ТО ЭК Алматы. Это вот директор и текущий председатель это Жанна Бесентаевна и еще есть заместитель директора ТО ЭК Алматы Турабай Бейбет Батырбекович. Подчиненный. Да. Член партии КНПК. А это твоя название, что же? Получается. То есть, директор и подчиненный. Вообще замечательно. Да, еще... Никакой аффилированности вообще. Да, потом еще, вот видите, есть при управлении культуры некое ГККП, Алматы, Ауиндера. И вот странно, но этот человек является сводержинцем от партии АУЛ. Хотя обычно мы знаем, что руководителями различных учреждений, в частности управления культурой, вполне возможно, именно член партии НОРОТАН. Имейте в виду... Все, давай вернем на место. Да. Спасибо за информацию. Такая, достаточно информативная визит. Да. Ну мы еще... Сейчас давайте сходим, теперь перейдем дорогу и вручим аналогичное предупреждение об ответственности по партии АУЛ. АУЛ. Филиалы партии НОРОТАН, которые будут непосредственно участвовать в выборах, продвигать своих товарищей в Маслихат города Алматы, ну и, соответственно, голосовать и агитировать за соответствующий список в Можилисте. У нас аналогичный документ есть. Сейчас пойдем на мучение. Если здесь адрес 74А, то там Аблайхана 79А. Они через дорогу? Да, через дорогу. В принципе, может даже не прерываться? Ну, не прерываться сложно. Это слишком длинный эфир получится, ребята. Давайте я завершу и выйду в эфир уже, когда мы перейдем дорогу. Так, мы заходим в здание НОРОТАН, которая через дорогу. Да, там вход с той стороны. То есть мы пришли через дорогу от того здания, где ТИК. Вот, чтобы вы понимали, вот. Вот ТИК. Вот там вот вход. Избирательная комиссия, вот, Алматынская. А вот партия НОРОТАН. То есть, чтобы вы понимали. Вот пешеходный переход, и вот здание НОРОТАН. Городской филиал партии. Прям совсем рядом. Городской филиал партии. Вот. 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 В смысле? Надо позвониться. Видите, уже этот Гонуратан, он стал сложно досягаемым для простых граждан. Ну, это демократизация партии такая. Ну, как сказать, это доступ к граждан. Да, турникет не пройдешь. Непонятно, зачем эти сложности. Ну, это правящая партия, так сказать. Открытая партия для народа. Они, наверное, славятся. Вот охрана стоит. То есть сейчас будем соблюдать. А кто? 301-й лата Алматы. Союзная энергия. Тоже третий этаж. Звонишь туда? Да, наверное. Вот. А, так, ребята, пока вот кто в эфире смотрит, до этого, буквально несколько минут назад, мы были в Тике городском. Здесь на проходной этот письмо вам вручить. Охрана не пропускает. В общем, давай так, Аль, ну, раз, объясним. Сегодня где-то 9 число. Можно ли это называть агитацией? Хотя формат это по закону, это должно начаться только завтра. Ну, в своем состоянии. Ну, ладно. Так, давай, объясни, что мы здесь делаем. А, ну, мы это аналогично, так же. Тоже самый текст, что изделие, которому мы территориальную избирательную комиссию вручили. Предупреждение об ответственности. Да. Итак, ребята, мы были несколько минут назад в здании территориальной избирательной комиссии города Алматы и сдали им под роспись вот такое вот предупреждение об ответственности. И там в роспись... Вот. Ну, туда сдали. Да, и сейчас тоже самое в минутах. Сейчас самологично, да. Текст тоже самый, если поменялся адреса. Они находятся через дорогу друг от друга. Да. Далеко ходить не нужно, как говорится. А ответственность такая, что за фальсификацию и тому прочее, за какую они могут нести ответственность там. В общем, все это указывается. Есть две, в принципе, на эти выборы уже парламентские распространяются. Две статьи. Ну, помимо 151 статьи Уголовного кодекса, это за фальсификацию избирательных документов, документов референдума или неправильный подсчет голосов. И дополнительно еще с учетом финансирования партий, избранных в МАЖЛИС, исходя из 3% от минимальной заработной платы ежегодно за каждый голос избирателя, у нас тут, по сути, предусматривается статья 190, это хищение путем злоупотребления доверия или же мошенничества. Вот, у нас представитель Партийна. 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 Процедур карантинных без рукопожатия отходимся. Давайте, пожалуйста. Ходящий номер. Да. Там два эгентара, один нам, один нам. Завтра выборы. Вот еще член Славкиного там с кем-то что-то, кого-то информирует о нашем визите. По телефону. Ну, можете не читать, просто штамп поставьте, как он уже почитает, изучите. Ходящий номер, главный. Да, птихком уже поставил. Мы подождем. Он будет среднеточный сезон, да, чтобы купить у нас на месте? Нет. Вы меня знаете, да? Мы замечаем. Там адрес данного. Да, да, конечно. Хорошо, ждем. Входящий номер. Ну, вот. Та самая партия, которая собирается в очередной раз победить на этих выборах. Уже они прогнозируют там. Слезо процента. На все население Казахстана. Ну, мы, честно, даже не представляем, откуда они эти цифры взяли. Ну, можно спросить, сделать как-нибудь этот нам. Опрос граждан провести. Такой хаотичный опрос на встречных граждан. По этому поводу, еще, учитывая, что партия Нуратана, направящая уже на протяжении более 20 лет, они за это время внесли изменения в законодательство о выборах. В частности, запретили проведение всевозможных социологических вопросов для определения предпочтений электоральных. И вот в этой связи, то, что Марат сейчас сказал, это нормально, это естественно, да, желание прояснить текущее настроение в обществе. Но это у нас законодательством запрещено, кроме аккредитованных, ну, вы знаете, кого будут аккредитовать к этому и допускать процессы, да, проведения таких замеров социальных. В общем, не совсем это для нас возможно. У нас уже был прецедент, и в прошлом году пару человек, там, в том числе, используя социальные сети, проводили подобные опросы, и в итоге к ним были применены санкции согласно административному законодательству, там штрафовали кого-то. По крайней мере, я помню об одном случае, мне кажется, даже было несколько подобных вещей, потому что граждане хотели самостоятельно узнать посредством доступных средств, и там было показательно, что Тукаев он не проходил. как раз-таки побеждал протестный кандидат по данным того вопроса, но в итоге получилось обратное. И там люди, которых впоследствии продвинули по государственной службе, они делали соответствующие свои прогнозы, и они почти цифра в цифру совпадали с теми результатами, которые были нам оглашены. и тут тоже возникает вопрос, с какой целью все это делалось. Сейчас посмотрим, я думаю, что в ближайшее время аналогично будет, так скажем, мы их называем вбросами, попытки как-то, да, определенное программирование такое делать через средства массовой информации, якобы то, что они будут подобным образом пытаться навязать некое общественное мнение. Все, замечательно. По крайней мере, мы видим, наблюдаем, что этот документ принят, указано время, есть самая вещь. Молодой человек, а можно вас поинтересоваться? А это уже агитационные плакаты, да? Что значит агитационные плакаты? Это плакаты с массово-культурного характера. А, все хорошо. Ну, пропагандирующие здоровый образ жизни. А, все-все-все, хорошо, спасибо. Я просто поинтересовалась. Спасибо. Очень красивые, действительно, красивые. А, все-все, замечательно. Ну, единственное, ждем вас на выбор. Я надеюсь, вы сделаете правильный выбор в пользу народа. Вы не против? А вот дополнительный, что с отручением. Все, я как раз пойму. Можно будет это же по этому письму поточнение получать. Все доброе. Уважаем старших, все вернется со временем. Без труда мечты не сбываются. Патриотизм доказывается не словом, а делом. Если народ един, он непобедим. Ну, это вообще такие, не то что избитые, это понятные вещи. Ну, я не знаю, почему им надо именно под этими лозунгами, под этим логотипом все размещать. Можно просто под флагом Казахстана это делать. Не надо это себе присваивать. Да, согласна. Слишком слабо, чтобы донести мусор до урны. В принципе, на этом фоне можно просто-напросто, в нашем понимании, призываем, так сказать, да, как граждане, донести политический мусор до урны, зафиксировать ничтожный результат этой партии. Там есть несколько видов протестного голосования, уже на сегодня сформировались, это были озвучены, это голосование за ту или иную партию, кроме партии Нур-Атан, там есть два варианта. Предлагается там, в том числе, Акжол и Аулу. И есть еще альтернативный вариант, да, это посредством перечеркивания бюллетня против всех. Ну, как бы люди, граждане уже сами будут выбирать. Можно перефразировать. Слишком слабый, чтобы донести бюллетень до урны. Все, давайте. Ладно, с албом уздар. Все, хорошо, ребята. Так. В общем. Так, сейчас я хотела развернуть камеру, и что-то не могу найти, где она у меня разворачивается. Ладно, ребята, теперь вход в Нур-Атан отсюда, сбоку. Да, еще в наши традиционные с нами Бог и Конституция. Они в любом случае уже проиграли, по сути. Там надо просто это все зафиксировать в документах. Хорошо, ребята. У каждого есть, в принципе, выбор. Давайте сойдемся на том, что мы все друг друга уважаем. И те, кто призывает к митингам, и те, кто призывает голосовать по-умному, и те, кто призывает испортить бюллетени, либо унести их. В общем, у каждого есть свой выбор, свой взгляд, свое видение. И не надо нам, пожалуйста, всем устраивать. Какие-то споры, точнее, ругань на этот счет проводить. Просто давайте делать. Каждый на своем участке. Каждый то, что считают нужным. Главное делать, главное не сидеть. У вас есть выбор. Даже в текущий момент, в ситуации против, есть три выбора. Мы это вам, как демократическая общественность, предоставляем. Ну, а мы тут стоим. Наблюдатель, подкотик, за умное голосование. Мы здесь все разные, но стоим вместе. Все, давайте. Мы всегда будем вместе до конца, что бы ни случилось. Всегда будем. Какой бы вариант мы не выбрали. Да, какой бы вариант не выбрали, мы все равно будем вместе. И будем поддерживать друг друга. Все, всем пока. Продолжение следует...